всем привет меня зовут александр голландцев я занимаюсь табло в компании биоконсалт сегодня вам расскажу про лоди выражения или если их приводить то выражение уровне детализации довольно часто возникает ситуация когда нам нужно скректировать сначала на одном уровне а после этого получить результат на другом и здесь на помощь приходит лоди выражения которые помогают решить эту проблему чисто и качественно что же такое лоди выражение в самом простом смысле это определенные настройки языка табло которые помогают изменить уровень детализации в большую или меньшую сторону всего из три ключевых слова которые отвечают за уровень детализации include exclude и fixed include позволяет добавить к существующей визуализации еще глубок более глубокую детализацию exclude убирает текущую визуализацию а fixed позволяет создать новые поля в таблице которые мы можем дальнейшем использовать стоит отметить что fixed мы ему фикс там мы можем решить все проблемы которые связаны с лоди выражениями только в некоторых случаях придется написать чуть больше кода по сравнению с include exclude также значительным отличием include exclude от fixed являются влияние фильтров фильтры на фикс влияет меньше всего вот в пирамиде фильтров в то время как на include и exclude они влияют чуть сильнее также стоит отметить что exclude практически всегда можно заменить табличными вычислениями однако это не всегда удобно и я в дальнейшем видео вам покажу это теперь давайте перейдем к практическому применению лоди выражений правда прежде всего посчитаем некоторые показатели то есть давайте возьмем сгруппированные регионы то есть у нас таких 5 штук и посчитаем среднюю прибыль на каждого клиента в рамках региона давайте для этого сделаем вычисляемое поле назовем его average profit pro client и напишем сумма прибыли поделить на уникальное количество клиентов ну без разницы можно и так использовать будем определять по customer ID вот все добавляем и мы можем видеть что у нас в восточном регионе средняя прибыль на клиента самая большая также мы можем добавить посмотреть какова средняя прибыль на клиента в рамках каждой страны то есть и мы видим определенные результаты стоит также отметить что видны отдельные страны то есть Гондурас Казахстан только в Кабменистан в которых средняя прибыль на клиента отрицательна давайте поподробнее изучим этот вопрос давайте уберем агрегацию по стране а также добавим агрегацию по прибыли дополнительно то есть мы видим что на востоке у нас самая большая прибыль и самая большая средняя прибыль на клиента однако если у нас такой возникает вопрос например как посмотреть максимальную прибыль от клиента конкретного клиента в каждом отдельном регионе здесь уже начинают возникать проблемы прежде всего связанные с самими данными потому что давайте мы посмотрим данные у нас представляет собой список большого количества данных где каждая строчка это отдельный ордер то есть вот это значение уникальным образом определяет ордер причем в каждом заказе может быть несколько продуктов то есть у нас может быть несколько продуктов в одном заказе для какого-то определенного клиента таким образом клиент более того клиент также мог сделать несколько заказов то есть уникальные значения по клиентам не равны общему количеству столбцов и строчек в данной конкретном таблице выходом из данной ситуации является сначала посчитать сумму по всем клиентам то есть посчитать сумму прибыли по каждому customer ID и после этого уже перенести полученные результаты выбрать максимум для каждого конкретного региона более того нам нужно посчитать агрегацию не просто для каждого клиента а для каждого клиента в каждом конкретном регионе для того чтобы определить после этого максимум процесс создания LOD выражения довольно прост давайте его напишем назовем его profit LOD прежде всего выбираются фигурные скобки внутри которых само LOD выражение создается пишется ключевое слово в данном случае это include выбираем уровень агрегации который мы включаем в визуализацию customer ID сумму profit вот снова ошибся нам нужно выбрать не profit а прибыль вот мы получили это выражение теперь давайте добавим его на визуализацию мы видим что если использовать агрегацию для данного выражения сумм то она совпадает с обычной прибылью давайте только принесем в конец и мы видим что здесь все значения индентичны то есть на первый взгляд кажется что ничего не изменилось однако изменилось все довольно сильно если мы выберем другую визуализацию например максимум то мы видим что клиент в центральном регионе принес нам 8700 долларов и это является максимальным результатом для всех регионов и конкретно для центрального чуть меньше цифры для всех остальных регионов что же тут происходит и как работает в данном случае вся эта система с LOD выражениями давайте повторюсь снова открою формулу которую мы использовали ключевое слово include предполагает уже наличие какой-то визуализации и она виртуально грубо говоря добавляет поле которое рассчитывается в данном случае то есть давайте посмотрим у нас есть регион то есть нас интересует в данном случае только dimension у нас здесь он только один и это группировка по регионам то есть по умолчанию слово include предполагает что сюда включается все выше перечисленное измерение в данном случае только регион и по ним для каждого региона сгруппированного и customer ID считается суммарная прибыль и после этого в рамках всего региона из посчитанных в данном случае выбирается уже максимальное число на первый раз наверное это довольно сложно понять однако дальше когда я покажу fixed выражение все будет немножко проще вот давайте назовем данное поле данный лист include и перейдем к следующему к примеру которая будет называться exclude давайте вот так и назовем в данном случае давайте работать с категориями и подкатегориями здесь будет немножко понаглядней в данном случае раскроем вот у нас категория и подкатегория давайте также использовать показатель прибыль вот мы видим что бумага подкатегория бумага в категории конст товара принесла нам почти 116 тысяч долларов чистой прибыли однако нам интересно эти числа в рамках долей потому что сами по себе абсолютно числа они в редких случаях могут быть удобны всегда интересно что то с чем-то сравнивать так что давайте посчитаем долю каждый подкатегория в рамках каждой категории это можно сделать через exclude давайте так и сделаем назовем ее profit subcut in cut в таком формате и сначала посчитаем общую прибыль категории вот здесь как раз таки нам пригодится exclude выражение exclude предлагает исключение какого-либо dimension в рамках данной конкретной визуализации то есть если мы пишем exclude подкатегория то у нас дальнейшее выражение не будет считаться с использованием подкатегории то есть в данном случае у нас всего два dimension это категория и подкатегория если бы их было три считалось бы чуть по другому смотрите у нас два dimension мы пишем exclude подкатегория и значит следующее выражение sum profit мы считаем только в рамках категории а если бы было больше dimension то считали бы в рамках всех оставшихся dimension вот пишем окей добавляем и мы видим что у нас посчиталась сумма то есть если мы посчитаем суммарно вот этот столбец то мы получим 518 596 и аналогично со всеми остальными последним этапом для того чтобы получить долю нам нужно поделить текущую прибыль на эксклюз выражение вот давайте изменим атрибута на какую-нибудь меру пусть будет по умолчанию сумма и поменяем на то чтобы все выводилось в рамках процентов заходим default properties number format percentage и убираем количество эзотичных полей и мы видим что самым бы самую большую долю прибыли в рамках констоваров у нас занимает оборудование в рамках мебели книжные шкафы и в рамках техники копировального устройства как то так однако вы можете сказать что данную проблему можно решить с помощью выражений табличных выражений да это правда давайте так и сделаем и после этого я покажу в чем разница мы выбираем вот эту меру пишем добавить долю и считаем percent of total только нам нужно не в рамках всей таблицы а в рамках каждого пейна и мы получаем абсолютно те же результаты давайте обратно вернем прибыль чтобы тоже все равно можно было видеть и чуть-чуть оформим до такого же формата тоже уберем нули в числа после запятой вот мы видим что результаты полностью совпадают однако есть одно отличие давайте в данном случае попробуем сделать какое-нибудь более интересное решение и для этого зададим более сложный вопрос например нам интересно понять какое количество клиентов приносит сила продажи больше тысячи для нашей компании то есть сколько клиентов получили принесли компании больше тысячи сколько клиентов меньше тысячи давайте это сделаем это решается с помощью лоди выражения формата фиксд давайте добавим клиент больше тысячи так назовем делается это таким образом мы для каждого customer id будем считать сумму продаж вот то есть у нас все customer id которые существуют для каждого из этих значений у нас будет сумма продаж и она зафиксируется как в общем то и подразумевает название fixed и теперь мы можем написать больше тысячи таким образом у нас появится булевое выражение которое об этом возвращает два значения true и false вот и нам осталось просто добавить количество клиентов это делается вот таким образом приносим сюда это не совсем то что хотелось мы будем использовать меру count давайте ее добавим в текст чтобы было удобней вот сейчас мы видим что у нас количество клиентов которые принесли больше тысячи такое но нам интересно именно по каждому конкретному клиенту а не только по каждой строчке поэтому нам нужно использовать count distinct и мы видим что основная часть клиентов у нас принесла меньше тысячи долларов также можем вывести прибыль по каждому из клиентов давайте так сделаем вот очевидно те клиенты которые принесли больше тысячи приносят значительно больше прибыли для нашей компании это объясняется логика что если клиент сделал какую-то совсем маленькую покупку то и маржа с нее будет незначительная логика работы fixed на самом деле намного понятнее чем include exclude то есть fixed мы добавляем определенные измерения по которым можем посчитать те или иные меры то есть если у нас закреплено что мы считаем сумму продаж по категории по каждому клиенту то у нас для каждого клиента будет посчитана сумма продаж и она не будет изменяться этим отличается include и exclude они работают только в рамках каждой отдельной визуализации и результаты меняются от графика к графику теперь давайте попробуем решить поинтереснее кейсы с точки зрения люди выражений как для тренировки так и для понимания давайте попробуем узнать когда клиенты к нам пришли то есть когда они сделали свой первый заказ в данном случае эту проблему никак не решить кроме как с помощью лоди выражений давайте так сделаем создаем first by так назовем используем лоди выражения и нам нужно минимальный год первого заказа дата заявки данном случае вот если мы оставим то как есть то у нас будет посчитана минимальная дата по всем строчкам наших данных то есть нас будет в данном случае будет выводиться первый заказ первого клиента который был поставлен вообще когда-либо стоит отметить что это число будет сохраняться и то есть по факту это будет как константом до тех пор пока не придут данные я не знаю о прошлых заказах однако на нам случае нас это не совсем интересует давайте мы посчитаем для каждого клиента когда он выходил то есть мы пишем fist customer ID и возвращаем минимальную дату почему-то она слетела вот вывести результат однако давайте его немножко поменяем и будем возвращать его в формате dimension то есть если мы так делаем то мы видим что первые покупки были вот на 100 13 14 15 и добавим показатели прибыли и продаж мы видим что все разложилось довольно равномерно и те клиенты которые пришли первыми естественно принесли нам принесли нам больше как прибыли так и продаж это вполне объясняется классической логике назовем ее first by таким образом мы с вами посмотрели как можно использовать лоди выражения тех случаях когда ничего другое не подходит когда обычные средства табло и даже табличные вычисления не могут быть использованы или они сильно ограничивают функционал лоди является идеальным инструментом для того чтобы не создавать дополнительные слои данных для того чтобы получать новые результаты и двигаться по уровню ситуации так как это необходимо так например вот мы видим первая покупка на основании полученных результатов мы можем провести как коротный анализ того как нам новые клиенты создают прибыль и формируют наши результаты include и exclude упрощают работу но опять таки повторюсь они могут быть заменены с использованием fixed все это помогает в работе анализе и получению каких-то инсайтов и результатов всем до свидания хороших встреч надеюсь мы увидимся в следующем видео отличие заключается как раз таки в этапах фильтрации или для того чтобы это увидеть давайте отфильтруем все по показателю прибыль нажимаем правую кнопку мыши показываем шоу фильтр можем принести ее сюда и давайте выберем только те значения которые больше нуля вот и мы видим что по первому столбцу здесь пользовались лоди выражения ничего не изменилось то есть мы просто отфильтровали мы они скрылись в таблице однако если мы посмотрим на мебель где было единственное отрицательное значение мы можем видеть что пересчитали значение то есть они пересчитались в рамках тех условий которые они были в таблице поскольку у нас отсутствует одна из строчек то доля будет читаться по трем строчкам а не по четырем как это дело лоди выражения в конечном счете нужно выбирать под каждую конкретную ситуацию то есть можно использовать как один подход так и другой и в одних случаях возможно нужно использовать лоди выражения а в другом использовать табличные выражения проблема заключается в том что в табло есть встроена иерархия фильтрации и его можно найти по первой же ссылке и табличные выражения идут последними то есть на табличные вычисления влияют любые фильтры которые мы применяем немного другая ситуация с exclude и include на них влияет сильно меньше фильтров но все равно больше чем у фиксд что подробнее зачистый вопрос я советую посмотреть эту информацию на официальной документации табло теперь давайте перейдем к последнему виду лоди выражений которые называются фиксд и будем их использовать и посмотрим как они работают так у